Современная библиотека давно перестала быть просто местом с книгами. Посетителям доступны не только литературные творения, но и разнообразные мастер-классы, тематические семинары и многое другое. Библиотека номер 7 имени Алексея Федоровича Трёшникова, к примеру, специализируется на экологическом воспитании. В год специалисты обслуживают 4000 пользователей, выдают более 77 тысяч экземпляров изданий. Почереждение рассчитано на все возрастные категории. 5 миллионов рублей, полученных по нацпроекту «Культура», хватило и на приобретение спецоборудования в каждых из отделов, и на хороший ремонт, и на обновление книжного фонда. Он пополнился на 3000 новых экземпляров. Мы впервые, благодаря национальному проекту «Культура», сделали такой масштабный ремонт, реорганизацию. Следует отметить, что нацпроект «Культура» – это не только изменение инфраструктуры, это какие-то видимые изменения. Прежде всего, это изменение содержательной деятельности учреждения. Важно было измениться и библиотеку, найти какие-то новые формы, способы, инструменты общения с молодежью. Потому что главная цель – это востребованность. Чтобы сделать пребывание в библиотеке комфортным, здесь обустроили зону отдыха, небольшой зимний сад и стеллаж парник с LED-подсветкой. Теперь ребята смогут наблюдать стадии роста растений, самостоятельно выращивать и ухаживать за ними. Проводить лабораторные исследования, эксперименты, заниматься проектированием и ставить опыты. В эту библиотеку мы ходим очень давно, с дочкой ходили, брали здесь книги. А сегодня, когда я переступила порог библиотеки, я просто была поражена, потому что все превзошло самые смелые ожидания. Столько книг интересных, такой ремонт. Я думаю, что будем очень часто сюда ходить уже и с учениками. Обновление учреждения позволит детям изучать здесь естественные науки не только в теории, но и на практике в исследовательских лабораториях. Ребята научатся фиксировать показания воздуха, водной среды, почвы, а также познакомиться с физиологическими особенностями человека. Большим открытием для юных посетителей стало появление цифрового микроскопа. Он позволяет проецировать различные микроорганизмы на большой экран в увеличенном формате. Можно показывать сразу же нескольким людям то, что лежит на предметном столике. И не нужно устраиваться в очереди, чтобы поглядеть, что там нравится заниматься лабораторией. Да, это хорошая практика, может пригодиться во многих исследованиях. В лаборатории организовали компьютерный зал для самостоятельной работы студентов и школьников. Здесь же будут проходить курсы по компьютерной грамотности для людей серебряного возраста. Своего рода образовательный центр будет полезен как подрастающему поколению, так и людям старшего возраста.